Добрый день, друзья! Сегодня в тесной дружеской атмосфере мы здесь собрались, чтобы обсудить интересную тему о сближении философии и психологии, психотерапии, о том, как философия сегодня выступает в качестве терапии, и о том, как психотерапия использует философию в собственных целях для лечения. Сегодня здесь со мной для этой беседы собрались два профессионала, доктор медицинских наук, психолог Виктор Ефимович Каган, который также пишет прекрасные стихи, и философ Андрей Леонидович Булмейстер, который также пишет прекрасные картины, но он уже давно не писал, он просил, чтобы я его представил, чтобы я не как художника, раз у нас поэт и художник. Да, и тема, собственно, у нас о сближении этих двух дисциплин, которые, я думаю, очевидны и для вас, и для вас, Виктор Ефимович. В связи с чем это происходит, как вы считаете, и с чего это становится заметно, как вам пришло, как вы заметили, что происходит такое обратное сближение, поскольку это же, они однажды разошлись эти дисциплины, а теперь, вероятно, имеют потенциал сблизиться снова. Нет, ну, я не думаю, что Виктор Ефимович так со мной полностью согласен, что я наблюдаю, в первую очередь, то, что последние философы, которые не понимают, они чувствуют тесноту академической философии, и всего лишь возникает практика, которая пытается вернуть философии ее терапевтическое значение, философии как терапии. Образ возник впервые у Платона, в 20 веке он встречается все чаще. Только что я говорил о книге Борта, например, это немецкий иезуит, философ, теолог, который проводит встречи с топ-менеджерами ведущих немецких корпораций, консультирует семьи людей и, в принципе, берет на себя часть той деятельности, которая раньше ассоциировалась с психоанализом. Я не знаю, почему так происходит, это уже другой вопрос, но это происходит. А вы, Виктор Ефимович, я знаю, вы говорили, что чем больше вы профессионально уходили в психологию, чем больше вы и занимались, тем больше вы понимали, что ключом к некоторым пациентам является философия, философское осмысление и философский подход. Ну, я, честно говоря, не помню этого. Правильно я вас воспроизвел. Ну, он, может быть, говорил, раз вы вспоминаете. Но Владимир все помнит. Да. Можно положиться на его память. Владимир помнит то, что он прочел. Ну, это не обязательно то, что написано. Поэтому я говорю, я слышал, да. Не утверждаю, что вы... Поэтому я хотел бы, чтобы вы внесли ясность в это. Есть ли подобное сближение, есть ли необходимость в нем, как вы считаете? Ну, насчет необходимости я не знаю. Я как-то совсем не люблю в этой сфере вторгаться и рассуждать о том, что необходимо, потому что это чревато ручным управлением процессами, которые ручному управлению не поддаются. Вот. То, что происходит, то, о чем вы говорите... Да, происходит. Меня, как раз, это в последнее время достаточно сильно занимает. Было у меня несколько лекций на эту тему, но я постараюсь для начала очень коротко сказать. А потом, если вас что-то будет интересовать, мы можем это развернуть. Ну, во-первых, это началось не сегодня. Философия, в общем, сильно начала меняться, начиная с Гус Эрли, скажем. С которым связывает начало такой экзистенциальной философии. Она, пожалуй, что ближе всего к тому, что сегодня используется в терапии. Мне кажется, что это очень длительный процесс, очень закономерный и очень красивый, который в схеме укладывается примерно вот во что. Вот вы ссылаетесь на Платона, но Древняя Греция в каком-то смысле такое светлое и очень своеобразное пятно в истории. Потому что во времена, когда существовала Древняя Греция, основной, остальной мир существовал совсем не так, как Древняя Греция. Греция в каком-то смысле? И если посмотреть на остальной мир, Древняя Греция это был, ну, не знаю, некое окошко в будущее, так скажем, по мышлению, по мировосприятию, по всему. Остальной мир существовал иначе. И в остальном мире, в старом, в очень прежнем остальном мире, психологии не было, психотерапии не было, но были растворенные в жизни психотехнологии, которые были связаны с формированиями религий, формированиями культур, отчасти на основе религии, отчасти рядом, с накладывающимися зонами, с таким постоянным диалогом религии и культуры. И в этом динамика религии и динамика культур. Но свойством их было то, что они отвечали на все вопросы. Они рассказывали, не только рассказывали, они определяли для человека, в каком мире он живет, как жить в этом мире, что делать в этих случаях, в этих, в этих, в этих. Совсем не факт, что люди всегда так поступали, но если они что-то, от чего-то отклонялись, это тоже интерпретировалось, толковалось в этих же самых терминах. Это было отклонение от морали, или это было отклонение от религии, и так далее. Мир был очень определенный. Это устройство мира умещалось в одной голове. Легко. У меня всегда один и тот же пример. Когда, если мне, скажем, грозу с молнией объясняют тем, что Илья Пророк носится там в колеснице по небу, гремится, сверкает чем-нибудь, то я не знаю, так ли это, я не знаю, есть ли Илья Пророк. Но эта картинка для меня более понятна, чем, например, физика грозы. Мне говорят, что Земля стоит на трех слонах, которые стоят на трех китах, но вроде как полная не лепится, но эта картинка для меня гораздо понятнее, чем современная физика, то, что говорит физика об устройстве мороза. Эта картинка легко умещается в одной голове, с ней можно сверяться. Она выполняет очень много задач, от объяснения мира до задач экзистенциальных. Потому что человек, не знаю, когда-то, когда-то, там, голый человек на голой земле, обезьяна, только что спастившаяся из дерева, миллион вопросов. Ничего ведь не понятно. Непонятно, что значит это, что значит это, что значит это. Вот дождь пошел откуда, почему. Да? Все непонятно. Человек рядом упал. Непесказуемое. Упал и не шевелится. Что это такое? Эти картинки давали объяснение всему миру. Помогали человеку в этом мире ориентироваться. И все было так неспешно. Жизнь была настолько неспешна, это то, что называют повторяющимися обществами, когда, там, веками жизни одного поколения воспроизводила жизнь другую. Абсолютно точно. Сын наследовал профессию отца, жил в том же месте, делал то же самое и так далее. Потом где-то, это примерно, там, 11-12 век, когда сельское хозяйство начинает развиваться, когда мы в средневековье вдвигаемся, в монастырях прорастают какие-то науки, протонауки. Университеты появляются. Университеты появляются, да. Эта картинка начинает расплываться. Динамика мира начинает ускоряться, а эти стабильные картинки начинают разноваться. То, что мы имеем сейчас, вторая половина 20 века, я бы сказал, есть 20 век движения к этому, сейчас особенно, это мир, лишившийся трагиции и канона. Они не успевают сформироваться. Картинка мира, мир меняется быстрее, чем успевают сформироваться традиции. Мне не на что опереться. Мне не в чем искать опору, кроме самого себя. То есть запрос на понимание у человека есть, а внешняя реальность не успевает сформировать ответ на все эти запросы. Да, она меняется. Мало того, что она не успевает ответить. Я бы сказал, что внешняя реальность все время выдает мне разные ответы на одни и те же вопросы. Противоречия поселяют. В этих условиях я оказываюсь ответственным сам за себя. Это, с одной стороны, свобода, о которой мы так много говорим, а, с другой стороны, свобода предъявляет ответственность, которая часто не по меру. В этих условиях мне необходимо руководство. К кому я обращаюсь за руководством? К науке, к философу, к психотерапевту, когда у меня болит душа, к врачу, все-таки не в монастырь иду, не к бабке в лес еду, а к врачу иду, к медицине, да. И здесь как бы снова все сходится. Но психорегуляция, которая в старом мире была как бы встроена в картину мира, она сегодня становится моей задачей, задачей людей, которые мне помогают. Поэтому все становится психологическим вопросом. Кому с ним пойдут? Это зависит от вопроса, от запроса, от человека. Кто-то пойдет к психотерапевту, кто-то пойдет к философу. Но сегодня это такой веер занятий. Это так называемое философское консультирование, которое не является психотерапией. Хотя оно может давать терапевтический эффект, но это как бы не вложено в задачу философского консультирования. Это то, что делает Андрей Максимов в Москве, то, что он называет психофилософией. Близко к этому, да? Только он не от философии это делает, так скажем, от хорошего здравого смысла. От разговора, он выстраивает от умения беседовать с человеком? Он выстраивает... Без этого вообще ничего не обходится. Я могу говорить очень правильные вещи, но если я не умею беседовать с человеком, они пролетят мимо, и я мог помолчать вообще, не расходовать калории. Это обязательно включено. У Андрея такой имидж и такая репутация, что человек, садящийся с ним, заранее настроен на то, что с этим человеком можно говорить. Кроме того, что Андрей это делает блестяще. Его интервью это, в общем, совершенно прекрасный пример того, как можно строить коммуникацию, да? Может быть, это и есть... Если искать в точке пересечения, может быть, это и есть то, с чего начинается сближение. Если я в нескольких словах передам то описание, которое вы сейчас предложили, современный человек может опираться только на самого себя. Но сразу контртезис, поскольку каждый из нас слаб, он не может полностью наблюдать за собой, он не может стать своим руководителем, он не может в этом поиске самоопоры буквально опираться на самого себя. Он должен в каком-то другом найти те основания, которые могут ему вернуть свою силу или свой центр. И исходное с психологами, с психотерапевтами и у философов именно искусство разговора. С последним я абсолютно согласен. Что у меня вызывает сомнения, это включение в такие контексты разговоров о сильной и слабости. Дело не в слабости. Человек не слаб. Для того, чтобы жить невротическим способом, нужно гораздо больше сил, чем для того, чтобы жить неневротическим способом. Интересно. Это колоссальное усилие вообще. Само по себе порождение проблемы, порождение симптома, это результат очень мощного усилия. Но направленного не в ту сторону. Это сила, которая направлена не туда. Вот вы знаете, да, можно так говорить. Можно так говорить, но мне кажется, что здесь есть очень такая важная полоса пограничная. для меня она заключается в установлении границ. Человек вообще существо, которое живет переживанием, представлением. Мы не знаем, как устроим ее. Я смотрю на радугу, которой на небе нет. Но я ее вижу, и она для меня есть. Я уж не говорю о переживаниях, которые гораздо менее видны там, ощутимые. Мы живем в мире переживаний. Мы живем в мире, который регулируется, ну, в общем, давайте скажем, психическим образом. Но в этом мире, этот мир как бы психорегулятивен. У меня нет другого способа выстраивать поведение, отношения с миром, кроме как в том или ином смысле психорегуляции. Но это не обязательно психотерапия. Если говорить о границах, если к ним возвращаться, то понимаете, эффект, который можно назвать терапевтическим, происходит вовсе не обязательно в психотерапии. Я могу сидеть и мечтать на этой прекрасной уезжайке, посмотреть, оглянуться на куст. У меня произойдет то, что называется инсайтом, и мир для меня перевернуться, и что-то станет легче. Терапия для меня строгая слизистра того, что это будет психотерапия. То есть, чем мы будем делать психотерапию? В психотерапии человек обращается не тогда, когда он не знает, что делать. Не тогда, когда он не знает, как правильно. А тогда, когда он все это знает, он будет гораздо лучше психотерапевта. Но почему-то не может это сделать. Когда у него возникает барьер, неосознаваемый барьер, для него неясный. Грабли, на которые он беспрестанно наступает в отношении к психотерапии. Не потому, что он неправильно представляет себя. а именно поэтому. Для меня это такая вот узкая зона терапии. Когда эти грабли могут увидеться, когда они могут убраться из-под ног, может произойти спонтанно, может быть связано со сновидением, с чем угодно. Но это не будет терапия. Тут один из подвохов заключается в том, что мы все связано с душевной жизнью, как бы нанизываем на слово терапия. Руссо это психотерапия. Терапевтический эффект. Я уже буду различать с помощью ваших образов. Давайте так скажем. Терапевтический эффект для многих людей. Хотя отношение Руссо с собственным сыном совершенно явно, особенно потому, как пишут, показывают, что у самого Руссо этого терапевтического эффекта не происходило. Говорят, что у доктора спока этого не происходило. Много чего говорят о семье Никитина с их правильным воспитанием, с их четкими представлениями о том, как правильно. Мы сплошь и рядом видим людей, которые очень правильно расследуют о мире, а в собственной жизни. Не только стучат граблями себе по луку, но, можно сказать, избить этими граблями и всех окружающих. Вот здесь вот для меня начинается терапия. Там, где возникает препятствие, не связанное с рассудочностью, с недоступным разрушением, есть настоящая терапия. Остальное может иметь какие-то психорегулирующие. Психотехнические еще какие-то эффекты. Этим мы, в общем, отличаемся от коровы. Она о себе не размышляет, она не рефлектирует. А я рефлектирую. Вся моя жизнь, в общем, она отношение не с миром, а с картиной мира. А картины мира я конструирую пункт в своем образе. Если мне кажется, что все хотят меня убить, я одним образом строю отношения. Я вчера посмотрел на встречу корейских лидеров. мне очень понравилось, как северокорейский лидер отъезжает на машине. Там бегут кабанчиком ребятам. Там его security, их человек 20, наверное, медленно едет машина, а они таким кабанчиком бегут впереди и по бокам ее. С осознанием важности своих умниц. Меркель живет, здесь вот больше одно полицейское отношение для подъезда. Прошлого президента я видел на розыгрышной ярмарке. Два security толкались метров в 30. Абсолютно незаметные, невооруженные, совершенно гражданские. А вот у этого 20 парней бегут рядом с машиной. Что они успеют сделать в смысле безопасности? Я не знаю. Они не для безопасности, конечно. Кто-то с камнем полезет. Но такова его картинка мира. Это же не мир. Это картинка. То, что вы говорили, я перед тем, как Владимир задаст вопрос, не очень заинтересовало. Дело в том, что когда я говорил о силе и слабости, и мы дискутировали о том, что скорее не слабость, сейчас вы упомянули интересную вещь. К терапевту обращается человек, который знает, что с ним что-то не в порядке, но он понимает, что он сам не в состоянии этот порядок создать. Вот это я и называл чувством, наверное, слово слабость очень плохое и сила. Но в данном случае возникает некий парадокс. Ваш рассказ об этом говорит. Современный человек может опираться только на себя, потому что великие картины мира ушли в прошлое. Великие картины мира, которые все за него объясняли. Как делать, куда ходить, во что верить. Но одновременно современный человек в ситуации невозможности справиться самостоятельно с этим грузом. И ему нужен кто-то другой, чтобы этот порядок в себе создать. И тогда возникает еще масса сопутствующих вопросов. Как он ищет этого другого? Как он выходит на эту беседу? И так далее, и тому подобное. Я думаю, что здесь подсказывает культура, в которой появляются такие институты, и лица, которые берут на себя такое солнце. как бы почувствовал спрос. Они выдвигают встречное предложение. А за силу и слабость я зацепился. Вот почему. Ну, существует такое расхожее очень обыденное представление о том, что к этим мозгоправым ходят слабаки. Постсоветское такое мнение. Ну, не то. Не только. Но я с этим не согласен. Не слабаки ходят, но то, чтобы пойти за помощью, нужно очень большое усилие, нужно некое мужество сказать себе, что ты в ней нуждаешься. Это требует большого усилия. Не слабаки. Это знаете, как с гипнозом. Говорят, что вот так, это только психи поддаются гипнозу. А я такой здоровый, я не поддаюсь гипнозу. Но фокус заключается в том, что как раз психи гипнозу поддаются трудно. Чем человек здоровее, он легче поддаётся. очень много мифов. Тут это вопрос не собственно, вопрос определения понятия. Я не так уж против понятия силы и слабости. То есть, мы заранее оговариваем, что за ними стоит. Если это не силы и слабость, так вот обыденность. Я бы хотел вопрос задать по поводу пограничной зоны, о которой вы упоминали. И мы сегодня как раз об этом говорили до нашей с вами встречи. И мы решили, что без вас необходимо продолжить эту беседу со стороны психотерапии. когда человек развивается, он необходимо поднимается над серой массой какой-то интеллектуальной, психологической, не знаю, как это, мировоззренческой. Потому что, я думаю, все согласятся, что любая масса, она по закону больших чисел достаточно низко находится. Низкий уровень развития, низкий уровень потребностей, каких-то желаний, невосходящей кирамиде масла на какие-то там уже высокие уровни, на высокие этажи. И человек, когда он развивается или когда он развивается быстро, когда он меняет свое мировоззрение, он необходимо входит в такую опасную пограничную зону, где он становится аномален тому обществу, в котором он сейчас живет. И эта аномалия им и обществом может начать восприниматься как болезнь. Есть такая опасность. И я здесь хотел в связи с этим спросить, этот человек, когда развивается, если он найдет человека, который уже прошел этот мир, и он спросит его, что мне делать, тот может его подтянуть, скажем так, до своего уровня. Скажет, это нормально, видеть так мир, ничего страшного, мы сейчас его пересоберем заново, но уже на новом уровне сложности. Нет ли тут опасности, что когда он придет с этим к психотерапевту или к психологу, он вместо того, чтобы помочь ему двигаться в его восхождении, начнет его тянуть назад к нормальному. Знаете, Путин, я вижу два опроса. Вторую половину я себе забуду во мне в том напомнике, но у вас слово развитие, как я услышал, оно, я так услышал, оно связано с представлением о том, что лучше, что хуже, оно связано с представлением о том, что развитие совершается в позитивную сторону. Так. Что вы усомнете. А я здесь скажу, что я имею в виду. В эпохе массового самошествия развитие совершается в обратном. А я как раз здесь имею в виду развитие, как движение человека к самостоятельному мышлению и созданию собственной картины мира, независимой от распространенных вокруг него клише, которые его держат. Я ведь не ощущаю свою картину мира как зависящую от киншери. Я ощущаю свою картину мира как совершенно самостоятельную. В территории страны, в которой мы с вами сейчас ими, в 30-е годы, никто бы не согласился с вами в том, что им навязывают какой-то движение. Каждый был уверен в том, что он самостоятельный на это. Но тем не менее, некоторые люди это чувствовали, что им навязывают, и для того, чтобы чувствовать подобные вещи, ты должен быть несколько сложнее восприятие, чем окружающие тебя люди. Я не знаю обязательно, это будет сложно восприятие. Я не уверен. Человек почему-то чувствует так, потому что он вырос в такой семье, потому что у него сформировались такие стандарты отношения к миру. Потому что совесть его грозит по этим, и не по этим поводу. Потому что когда девять мальчиков из десяти распинали кошек, десятый не мог убить муку. Трестя от ужаса, он кого-то решает жизнь на таком настроении. Я не знаю. Я только к тому, что развитие совершенно необязательно вперед и вверх. Он не может совершаться и в обратной сторону. что касается опасности, то знаете, я знаю две вещи. Никто не может заставить человека сделать то, чего он внутри себя не может сделать. Опасности психологии, психотерапии в этом смысле не стоит преувеличивать. с одной стороны. С другой стороны психотерапевты, как мы раньше говорили, приходят за тем, чтобы поработать, если иметь в виду психотерапию как специальность, как профессия, приходят за тем, чтобы проработать собственные неизвестные мне препятствия. Я не решаю, как человек будет строить отношения с ним. когда ко мне приходит семейная пара, я не знаю, разведутся они или останутся вместе. Но больше того, я права не имею. Вмешиваться в эту ситуацию. Моя задача помочь им прояснить их трудности. И с этим прояснением они сами примут решение. Здесь, мне кажется, отличие психотерапии от философии в том, что психотерапевт, он говорит, вы должны сами разобраться и понять. А философ может сказать, что взяв позицию извне, сказать, что вам нужно из этого вырасти. Из этой проблемы. В качестве мудреца такого. Где-то да, за исключением мелких деталей, да. Философ скажет, что нужно делать. Но один из моих учителей называл, если посмотреть с точки зрения психотерапии, он назвал это бабушкин. Бабушкин. Держи себя в руках. Береги себя. Ты должен быть открытым миру. Бабушка, как это сделать? Как это держать себя в руках? За какое место? Расскажи мне, как беречь себя. Я сделаю то-то, а береги себя не работает. Вот философ, профессиональный философ, я имею в виду, бытовое философство, хотя и оно тоже. Оно работает с явлением, а не с человеком. Психотерапевт работает с этим человеком. С его препятствием. Мне тут попался ролик одного. Если широко понимать в психологии, наверное, можно сказать, что он коллега, хотя, в общем, все, о чем он учился, это психологический тренинг, который сказал примерно так, ну да, Фрейд там что-то важное, интересное открыл, и вот киштальтерапевты тоже о чем-то важном и интересном сказали, но все эти детали не имеют совершенно никакого смысла заниматься этой повседневной ерундой, этими мелочами, нужно обращаться к целостности, поэтому правило номер один будь открытым. Так вот, психотерапия это не проповедь, состоящая из бабушки на психотерапии, будь открытым, обращайся к миру, доверяй миру, это все фу-фу, с точки зрения психотерапии, да, психотерапия это помощь человеку в мелочах. Когда мы говорим о философии, ее роли для психотерапии, как говорил Владимир Ильич, прежде чем объединяться, надо размежеваться, совершенно четко понять, что делает одно и что делает другое. Я сейчас говорю вот четко о специфике психотерапии, как психотерапии, не любого психологического занятия, а психотерапии, да, вот психотерапия состоит в том, что я помогаю человеку в том, в чем у него сейчас есть трудности, может быть, это мне лучше, с чьей-то точки зрения, да, философия говорит человеку о картине мира, может помогать ему простраивать и перестраивать мышление, то есть строить жизнь, но философия не занимается этим человеком, философия занимается явлениями, то, почему Мамардашвили говорил, что философия вообще не нуждается в человеке, она говорит нечеловеческим языком, она о другом, она не есть психология, и для меня, где философия может, когда, когда философия может становиться полезной, когда в диалоге философа и человека, философ умеет говорить так, чтобы это было терапевтично, он может очень мало узнать, он может придерживаться той, что и пятой, десятой психологии, но он умеет строить терапевтические отношения, а человек в них встраивается, пришло в них, когда у них возникает диалог, но, знаете, когда-то, в пору моей молодости, психотерапии было немного в Советском Союзе, был гипноз, лечебный сон, и рациональная психотерапия по Дюбуа, который использовал там сократический диалог, методы убеждения, переубеждения, разъяснения и так далее, и я помню, что я говорил товарищам, ребята, тут что-то не то, Дюбуа должен был быть обаятельным мужиком, у него должен был быть хороший дар внушения, и я говорю, нет, и вот учили тогда, учили психотерапевта строить сократический диалог, я извиняюсь, мозгов у этого психотерапевта было в 20 раз меньше, чем у Сократа, как он может построить сократический диалог, не будучи Сократом, ну, ерунду он может, имитировать что-то, да, но в конце жизни я прочитал, не в конце своей жизни прочитал, а прочитал, что Дюбуа в конце жизни все-таки сознался в том, что он нехотя согласился с тем, что в его рациональной психотерапии была большая доля внушения, да, вот философ может приводить человека к эффектам по существу терапевтическим, если он построил с ним контакт, если в этом, если их отношения стали терапевтическими, да, и мне кажется, что это разграничение, но это нужно воспринимать как, скорее, отклонение от профессии, вы хотите сказать, что у философа терапевтический эффект возникает как побочный результат, абсолютно непрогнозируемый и непредполагаемый в этом разговоре. Например, мы с вами можем говорить о погоде или о прочитанной книге и может возникнуть этот эффект. Этот эффект возникнет не у философа, а у того, у кого он возникнет. Да, у кого он возникнет. А у философа этот эффект может возникать, когда он хочет донести до этого человека, когда он не просто транслирует философию, а когда он говорит о философии в общении с этим человеком. Постоянно учитывая, с кем он говорит, ловя обратные реакции, обратные связи и так далее, и так далее. Тогда эта беседа может иметь терапевтический шаг. Но тогда здесь философия совсем ни при чем. Тогда это просто может быть человек с хорошо поставленным голосом, умением контактировать. Он может говорить о рыбалке с этим человеком, и они оба будут получать терапевтический шаг. Тогда философия здесь совершенно обесценивается как элемент в этой схеме. Ну, потому что философия сама по себе не терапия. Задача философии не обеспечивает терапевтический результат. Сдача философии, наверное, в другом. Ну вот интересно, о чем? Ну вот в чем. Кто у нас философ? Ну, я думаю, что... Вот несколько тезисов, с которыми я совершенно не могу согласиться. Это первое, с отсылкой на Мамардашвили, что философия не занимается человеком, а занимается чем-то явлением. Да, вот занимается явлением. Но если говорить о истоках философии и проходить через всю историю интеллектуальную, все-таки изначально философия была нацелена на жизненную практику. Она существует на нескольких этажах. Один из них — это анализ явлений, того, как мы познаем, как устроен мир. Но все это зависит от того, как мы это все воспринимаем. Мне кажется, что здесь, в том, что вы сказали, Игорь Тимович, есть небольшое натуралистическое преувеличение того, что о мире можно говорить независимо от того, кто говорит. У меня есть интуиция. Я не говорю, что это истина последней инстанции. Но я хочу сказать, что то, как мы воспринимаем реальность, то, как мы познаем, то, как мы чувствуем, чувствовать мы не должны только в близости медицинской терапии, в картины галереи, на симфоническом оркестре, на концерте, на общении с природой. Вот работа с чувствами, с эмоциями и с мышлением — это и есть работа с человеком. И здесь философ претендует на то, чтобы пытаться дать возможность собеседнику увидеть себя со стороны этого человека и оценить или увидеть чувства, эмоции и мысли как то, с чем можно работать. То есть мы обращаемся на самого человека. Знаете, я даже не пытаюсь с этим спорить. Потому что это так. Но это же не только исследование явления. Это как раз беседа, направленная на собеседника. Это беседа, адресованная собеседнику, но беседа, которая совершенно необязательно учитывает собеседника. Собеседнику предлагается посмотреть на себя со стороны. Психотерапия не предлагает пациенту смотреть на себя со стороны. У меня вообще есть такое тихое подозрение, что за каждой философией, каждая философия — это настой определенных мыслей, на психологии создателя этой философии. Мне кажется, что все философии пропечатаны индивидуальностями, пропитаны индивидуальностями создателя. Это, наверное, совершенно отдельная задача. Может быть, в какой-то степени ее некоторые касались. Я не знаю настолько литературу. Но мне было бы очень интересно проследить, как формирование философии связано с собственными проблемами человека. Кстати говоря, я знаю одну книжку. Да. Это Саша Лобок, Александр Лобок. Книжка называется «Подсознательный Маркс», где Александр рассматривает теории Маркса в связи с отношениями Маркса с отцом. Книжка в этом смысле потрясающая. Совершенно потрясающая. Марксизм через призму отношений с отцом. Поэтому я с вами согласен. Но я думаю, что здесь чуть-чуть сложнее, чем вопрос «или-или». Это «и-и». Но для меня... Знаете, если вы будете мне помогать, как философ, то тут будет как бы два канала помощи. Один – я от вас могу узнавать что-то. Я могу посмотреть на себя через призму тех воззрений, которые вы предлагаете. А второе – это то, насколько вам удалось разговаривать именно со мной. Не с человеком с большой буквы. Не вообще с человеком. А именно со мной. Здесь вот возможно возникновение терапевтических эффектов. Но это не задача философии. Философ мог участвовать в практической жизни, философ мог советовать. Но для меня это вовсе не значит, что он разговаривал с человеком как вот с некой уникальностью. Он разговаривал с человеком, как представителем человеческого рода, племени. И предлагал ему взглянуть на мир с точки зрения того, как он себе представляет этот мир. А уникальность – она была в сторонке. Но вот с этим как раз я и не могу согласиться. Это хорошо укладывается в достаточно сильное представление философии как о чем-то абстрактном, отвлеченном. Но мне кажется, что когда я говорю с конкретным человеком, в первую очередь, если говорить о терапевтическом эффекте, важно понять узлы его мировоззрения, на чем все это строится, как он воспринимает мир, каково его мировоззрение, как он себе конструирует реальность, как он себе представляет людей, среди которых он живет, и свое место в той или иной группе. А это предполагает очень внимательную беседу и понимание того, как построен его мир. Фактически, философ может писать отвлеченные книги, метафизики, пестивологии и так далее, но я говорю о беседе конкретной, где философ должен быть неким исследователем, детективом, задающимся вопросом, на чем строится конкретное мировоззрение, чувство, эмоции, опыт. В таком случае, Андрей, давайте скажем, что это философ, в данный момент занимающийся философским консультированием. Философское консультирование. Ну, что это тогда? Да? Это вот то, о чем вы говорите. Конечно. Но это не сама по себе философ. Но, поскольку я что-то знаю из истории философии, и я вижу это у самих истоков. Например, все диалоги Платона, вот если их читает пропан, он берет каждый диалог за чистую монету, как нечто абстрактное, воспринимает это. Те, кто занимался Платоном глубже, знают, что каждый диалог выстроен под собеседника. Платон всегда адресует те или иные аргументы конкретному человеку, ориентируясь на его восприятие. Отсюда сложность чтения этих диалогов. Ну, так говорят авторитетные бутоноведы. Я сам занимаюсь Платоном. Ну, я правильно сейчас понимаю, что это диалог мышления и мышления. Мышление Платона и мышление собеседника. Это попытка Платона, ну, если говорить на клише, которое нам Платон подбрасывает, это помощь в рождении знаний. Это помощь в рождении идей в другом, в собеседнике. Да, но здесь и лежит граница. Да, вот. Здесь человек шире знания и шире сузов мышления. Человек неизмеримо больше. Согласен. Да? А смышление миру может очень помочь мне жить. Я же не спорю. Нет, но здесь расхождение в том, что он знания понимает максимально широко. Мы, когда сегодня говорим знания, мы воспринимаем только один этаж многоэтажного дома. Для Платона знание вырастает из чувств, эмоций, внутреннего мира человека. Если я сам должен знания породить, скажу так, немножко с другой стороны. Знание не является готовым какими-то волнами, которые я воспринимаю как передатчик. Знание не приходит ко мне как готовые упакованные информации, блоки информации, которые входят в меня. Платон утверждает, что чтобы породить знания, я должен что-то с собой сотворить, я должен каким-то образом измениться. Знание родится во мне только тогда, когда что-то со мной произойдет. А со мной это может произойти только на личностном и конкретном уровне. Потому что здесь сидит три человека, и они порождают знания совершенно по-другому. И беседа философа и образ диалога Платоновского состоит в том, чтобы помогать, это его технический термин, помочь родиться Логосу. Предполагает индивидуальный разговор. И я здесь не захожу на территорию, я понял, о чем вы говорите, на территорию психотерапии. Я просто говорю о том, что мы подходим к одному и тому же, может быть, с разных комнат или с разных входов. И, возможно, вот такое сотрудничество философии и психотерапии, оно позволит в ближайшем будущем более объемно увидеть человека конкретного. Потому что в чем-то философ односторонний, я здесь согласен с вами, но в чем-то и психотерапевт, поскольку решая, как вы сказали, отдельные небольшие проблемы, мы все равно не можем абстрагироваться от того, что эти проблемы включены в целостное мировоззрение человека. Я возвращаюсь к бабушкиной философии. Мне очень понравилось. Ну да, включены. И если мы будем чинить детали, не учитывая целостную личность, то, возможно, это лечение будет менее эффективным. Поскольку, а может, и не нужно это чинить, а может быть, эти препятствия имеют совсем другой смысл. Ну, знаете, это вообще вопрос любой помощи. Это вопрос даже физической медицины. Не всякий симптом нужно лечить. Есть симптомы, которые предохраняют организм от более страшных заболеваний. Это симптом. Ночное недержание мочи. Симптом? Симптом. Да. Да, но очень большая часть ночного недержания мочи, у детей, по крайней мере, весит на результат контузии, пулевого ранения, падения бревна на голову, опухоли и все эти. Связан с нарушениями ночного сна. Просто мой друг работал с этим, и я ему помогал. Я немножечко в курсе. Когда включается обмачивание у ребенка? Мы писали энцефалограмму в течение всей ночи. Вот, бодрствование, вот поверхность на сон, глубокий, глубже, глубже, совсем глубокий. Потом подъем менее глубокий, менее глубокий. И должна наступить РЭМ-фаза, фаза быстрого движения глаз, фаза сновидения. Энцефалограмма. А мы видим, как пилит одна и та же энцефалограмма, которая была до РЭМ-фазы. Пилит, 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 пилит. Пока вдруг не раздается писк, а в постельке датчики, значит, первая капля мочи пошла, замкнулись. И пошла РЭМ-фаза. Пошло сновидение. Что делает РЭМ-фаза? РЭМ-фаза переключает циклы сна. Четыре там за ночь, полутора-двух часовых. В РЭМ-фазе в сновидении идет очень важная обработка информации. В экспериментах со взрослыми людьми, когда их будили перед наступлением РЭМ-фаза, потом опять давали заснуть, потом опять будили, через 8-10 дней у подавляющего большинства испытуемых развивались острые психозы. Что делает обмачивание? Запускает РЭМ-фазу. То есть, не запускает РЭМ-фазу, а помогает переключиться с цикла на цикл. Иначе это будет, да? Это симптом? Симптом. Но, когда мы его лечим, если мы лечим, если мы выбиваем прицельно симптом, то мы можем напахать бутинати. Там приходится как-то позаботиться о том, чтобы позаботиться обо всей системе сон-бодресса. Да? Вот не все нужно лечить. Но это так вообще в любом лечении. Даже в физическом и в психотерапии тоже. Не всякую депрессию нужно лечить. С людьми творческими, у которых наступает пауза в творчестве. Я очень люблю с ними работать. Но, должен вам сказать, что это совершенно головоломная работа. Потому, что я не должен лезть на эту депрессию с топором медикаментов или какой-то мощной терапии. Потому, что в это время у него что-то рождается. Он должен это пережить. если я выбью это, я могу остановить процесс творчества. Туда такая опасность есть. Но она не в том, что мы как бы нарушим жизнь человека. Это редко. Как один мой друг говорит психотерапевтам, он говорит, вы не настолько квалифицированы, чтобы навредить пациенту. Так вот, у нас казалось. Давайте попробуем синтезировать теперь то, что мы проговорили, то, где вы встретились и разошлись. И попробуем представить, каковы векторы развития подобного сотрудничества, каковы сейчас есть запросы у современного общества, не влечет ли это все за собой появление новых профессий на стыке философии, психологии, консультирования личностного какого-то. Как вы считаете, Андрей Левич? Ну, я попытаюсь в виде таких простых клише сказать. Мне кажется, что психический мир человека, если не говорить о мышлении, я имею виду психического, то есть эмоциональный мир и мир телесный, если его рассматривать отдельно, что делает традиционная медицина или классическая медицина, то мы больше осознаем, что наше тело и наша психика не является чем-то автономно отдельным. А оно все-таки связано с тем, что можно назвать смыслами, ощущениями смыслов или потерей смысла, теми большими историями, без которых мы не являемся личностями. И я вижу сближение психотерапии и философии в том, что мы все больше осознаем человек это целостное существо, где его образ видения мира, образ мышления, образ чувствования влияет на его эмоциональное состояние и телесное состояние. и разбирать отдельно тело от духа, тело от образа мыслей или эмоции от образа мыслей уже невозможно. И поэтому мне кажется перспективно или востребовано то, чтобы рассматривать человека именно на всех этих уровнях и понимать, что работа со смыслами или попытка разбирать собеседником то, как он понимает, видит и чувствует прямо влияет на его и состояние телесное эмоциональное. То есть это требование целостности. Мы не являемся существами только телесными или только духовными. Это взаимодействует между собой. И еще одна сфера сближения, но это наверное ближе к психоаналитике. Ведь мы постоянно рассказываем истории о себе например. Мне кажется, что психотерапия унаследовала средневековую нововременную традицию исповедей и разговоров с духовным отцом и с исповедником. Только сейчас она секуляризировалась. Терапия это секулярный вариант исповедничества. А что в исповеди происходит? В исповеди тот, кто исповедуется рассказывает о том, что с ним произошло за какой-то период жизни, за месяц, за год, за полгода. И задача исповедника состояла в том, чтобы внимательно выслушивая какие-то давать рекомендации человеку и отпускать грехи. В этом была терапия. Сейчас наверное терапевт не говорит о отпущении грехов, он говорит о другом, но возможно здесь гораздо больше точек соприкосновение чем мне кажется. Фигура психотерапевта сегодня это фигура священника или монаха, о котором вы говорили в своей истории. Я понимаю, что вы с этим категорически не согласны, но это так работало. об этом все время говорил профессор Рознов в психотерапии в современном мире занимает место религии. Потому что это очевидно, это так произошло исторически. Мы с этого начинали разговор с того, что то, что раньше было дано как некая несомненность в религии и в культуре, сегодня оказывается сомнение и в этом желает разбираться сам. И это все безусловно так. Я не пытался противопоставлять с которыми все разговаривали. Даром вспомнил из-за две нахуй сейчас приучено объединяться надо размежеваться. Так вот на каждом этапе приходится размежевываться заново. А то, что человек целостность известна чертову проводить. Но мы согласитесь последние столетия потеряли это. Вот мы говорили с Владимиром буквально еще вчера об этом. Мы сегодня это по-новому осознаем, что человек целостное существо. На каком-то этапе развития начиная с середины 20 века по конец 20 века как-то стали об этом забывать? Ну, как раз середины 20 века об этом стали не только чаще вспоминать, но и чаще этим пользоваться. Я бы сказал, что это время конца 19 века, первую половину 20-го, когда арена высшего наука и довольно самонадеянно стала выдавать те крохи, которые становились известными за представление о человеке в целом, но это довольно быстро затихло, усохло и стало несостоятельно. То, что происходит в середине 20 века, это как раз отчетливое объединение, которое можно увидеть, и в нем меняется все. В нем появляется философское консультирование, в нем меняется психотерапия как таковая. Происходит очень интересная и очень сложная динамика. И в конечном итоге я бы сказал, что некая идеальная точка это как раз то, о чем Андрей Максимов говорит в своей психофилософии, чтобы человек мог помогать человеку. Есть психотерапевт, который помогает решать трудности этого порядка. Есть психолог, консультант, который помогает решать трудности этого порядка. Есть коуч, который берет на себя функции сопровождения. Это как бы третий зон. Есть философское консультирование четвертого зона. Есть организационное консультирование, которое тоже в общем психологически работает. Пятая зона. Шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Скорее всего они будут еще умножаться как-то, гробиться. но где-то вот в идеале, чтобы каждый мог помогать каждому. Реально такого никогда не произойдет. но как некая такая вот звездочка, которая светит, оно годится. Я не думаю, что нам сегодня так уж нужно заботиться об обвинении. Просто потому, что оно на глазах происходит достаточно активно. Эти вещи раздельно не существуют. Я вижу, сколько работ сейчас делают в области экзистенциальной психологии, психотерапии, философии. Насколько это общая жизнь? Я об этом намеренно не упоминал. Насколько хорошо это воспринимается. Почему когда я вам приезжал в Москву, знаете, кто у него собирался? Он приезжал на определенный мероприятие. Кто? Его привезли из Швейцарии на частном самолете. Кто привез? Не психологи, психологов нету частного самолета. Его привез представитель очень высокий производитель бизнеса. С ним отдельно захотели встречаться бизнесмены такие крутые. Не в малиновых пиджаках, а в плечи вот такие, голова такая. А наоборот, голова такая, а в плечи нормальная. Возникает в этом потребность. Она будет, конечно, и это все на глазах меняется, страшно интересно меняется. Тут большого противоречия, большого противоречия я не вижу, если мы не хотим их создавать. Но опять-таки размежевываться по одной простой причине. Я когда с вами сработать, я должен четко осознавать, что я сейчас делаю. Осознавать границу своих возможностей, занятия, которым я занимаюсь, границ целеполагания и так далее. Это как на Западе есть отдельная специальность пастырская консультирование, в котором священники учатся отдельно. Совершенно четко разделяются в священническую работе и пастырская психологическая консультирование. И у них не превращается истинность в психологическое консультирование. Он слушает исповедующего, священник, а когда он консультирует, это консультант. Это очень интересное ветвление, которое в общем вырастает как ветки отдельные, дерево общее. Дерево заключается в общем все это дерево растет для того, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни. Что более сложно. Мне очень нравится сейчас эта идея она очень примеряющая и в каком-то смысле успокаивающая. Но я внутри очень спокойный человек, но у меня здесь родилось чувство беспокойства, потому что я четко осознаю, что никто не знает где проходят эти границы. И если исходить из абстрактной идеи, понимания того, что границы теологического консультирования, философского, терапия психологическая, они там, там и там, тогда было бы нам всем очень легко. Мы бы пришли, расчертили эту карту и сказали бы, что сегодня вы с Владимиром два часа беседуете как психотерапевт, а потом через два часа я с ним беседую как философ, консультирующий и настраиваю над ним этот каркас. Где этот стол? Но проблема заключается в том, что современный мир теряет границы. Это видно по наукам, это видно по усиливающимся тенденциям междисциплинарности, когда мы вынуждены из-за неведения заходить на неведомые территории. И вот в этом для меня все больше вопросов, потому что... Чем современный мир больше теряет границы, хотя это можно как-то в других терминах определить, возникают деки зоны стыковки, вообще на нейтральной полосе святыня обыщенной красоты. Возникают эти нейтральные полосы, кем я, как вот этот отдельный вот этот человек и так далее, кем я чувствую себя менее определенным. Кем больше я, в принципе, жду от того, кто мне помогает, чтобы он осознавал все же где границы своих возможностей, границы своей помощи, осознавал что и для чего он делает. Это моя задача как профессионала. Это не задача психотерапии как отрасли, это не задача философии как науки, это моя задача в живой конкретной работе. У меня приходит человек, он приходит с неким запросом, я слушаю его запрос, я еще не знаю, что мы с ним будем делать. Мне нужно какое-то время для того, чтобы начать себе представлять, будет это психологическое дефицитирование, психологическое дефицитирование такого вида или такого вида или мы с ним пойдем в сторону психотерапии. Больше того, я можем на протяжении 10-20 секций снова и снова задавать себе терапию и как-то отвечать. Но само такое задавание вопросов и ответов на них, это и есть определение границ, выстраивание границ, как китайская стена. Здесь терапия, а здесь непонятно. А это ощущение границ, в которых мы с этим человеком сейчас работаем, границ дисциплины. Это больше. Ну да. А границ более живой конкретной. Я не думаю, что здесь что-то страшное было, что граница не будет. Сложно. И тут что-то ощущение неподвижно, они часто размыты, но тем не менее. Даже если я вижу эти границы внести размытом, ну хорошо, я их вижу как без за руки человека. Но что-то чем быть слепым, правда? Да. Так что я думаю, что впереди вполне интересно встречаться. Если мы не захотим конфликтов, то мы их не будем. Те конфликты, которые я вижу сейчас в терапии это в общем конфликты, которые очень легко можно было бы избежать, если бы в сторону конфликтов прошли сами все, которые пройдут. Ну вот это очень важная мысль. Это люди призваны создавать порядок. Фактически и... Ну так смотрите, что я вижу в психотерапии. Люди призваны создавать порядок. Есть какие-то направления в психотерапии. Их все труднее и труднее положить в клетки классификации. Да, они множатся, много-много раз. всплываются. Но есть представления. Вот есть ряд людей, сторонников вот этого, этой психотерапевтической школы. Этого мультика. Среди них есть люди готовые к обсуждению. Есть люди, которые категорически это не принимают. Среди людей, которые это категорически не принимают, есть люди говорят мне это не подходит. Но есть люди, которые говорят что это это недопустимо. Среди людей, которые это принимают, есть люди, которые говорят мне как-то вот этот метод по руке, я люблю это. Я свободнее я больше себя отдаю. Я вот больше люблю шить на этой шейной машинке, а не на этой. А есть люди, которые берут дубину в руки и говорят шить только на этих машинах. Иначе вы шарлатан. И вот это уже психология, это не противоречие школам. Это противоречие людей. Знаете, бывают такие крайние примеры. Я помню, была какая-то телепередача в Петербурге 90-х годах, и мы говорили о людях с ограниченными возможностями, которых упорно и жестко называли инвалидами. Причем называла даже дама, которая иерархически была на 8 этажей выше меня, но тем не менее твердила об инвалидах. Никак вот с ограниченными возможностями было не выговорено. И там зашла речь о том, что как этим людям трудно. Вдруг один парень в аудитории сказал, их вообще нужно убивать при рожде. Он с виду не выглядел человеком, у которого царская фамилия в голове начало. Ну всяко бывает. Я спросил на него собрались накинуть, и я спросил, почему он так думает. Он сказал, заметит и философский вопрос. Он сказал, ответ не совсем философский, хотя глубоко философский. Он сказал, я сам такой, я знаю, что такое это мать. Лучше не жить. Это вот очень очень такие зоны. Я не могу сказать, что я совсем не влезаю на философское консультирование. Но у меня в работе оно всегда как бы вот на стебельке живой, конкретной, частной проблемой. я никогда не иду от философии к проблеме. Всегда из проблемы движемся к какому-то философии. И тогда это воспринимается. Кстати, для меня это одно из полей, где разделяется психотерапия и философия. Потому что я воспринимаю то, что мне близко. Я воспринимаю не поучение, не информацию, а ответы на мои внутренние вопросы. Вот если звучит что-то созвучное моим вопросом, отвечает мне на эти вопросы, я это воспринимаю. Если нет, нет. Это может быть сколько угодно мудром, сколько угодно правильное. Оно пролетит мирно. Оно не станет моим знанием. Я из этого всеобщего знания не сделаю свое знание. Оно пройдет. И в этом тоже разница. От общего к частному, от частного к общему и то и другое трудно. Хорошо, когда и то и другое есть. Но если объединить то, что вы говорили, если мы во время, чего ведется вся эта работа. Хорошо, мы заходим с разных сторон, мы понимаем особенности наших компетенций, но проблема в том, что в принципе мы имеем дело с тем же самым, с личностью, с душой, если угодно, с организацией внутреннего мира. И само по себе оно нейтрально этим границам. Оно выше этих границ, то начало, о котором идет речь. То есть душа, человек, личность, он же не распадается на часть личности для психолога, часть личности для психотерапевта, часть личности для философа. Но это распадается только в учебниках психолога. психотерапевта. Так вот, вот о чем идет речь, определить с чем мы имеем дело. Потому что понимаете, философ может поставить перед собой философа, определить с чем мы имеем дело. Меня этот вопрос интересует только в приложении к этому человеку. Вот меня как психотерапевту. Когда закончится сессия, я буду читать книжки, смотреть кино. Может быть у меня появится философский но в работе если говорить о профессиональном поле, меня это интересует только вот наконец. Мне не интересно. Но все равно этот вопрос возникает. Тот с ним, тот с кем вы говорите, кто это? Вы говорите с личностью, вы говорите с одушевленным телом, живым человеком. Возвращаемся к началу нашего разговора. Вы сказали интересную фразу, что у вас есть подозрение, философы экзистенциальны, они работают на фоне потери смыслов или перед лицом обессмысливания. Но это прямо связано с вашим рассказом изначально. А именно человек жил в ситуации, где была общая понятная картина смыслов, в которую он себя просто вписывал. Смыслы были вне этого человека. Он себя должен был с ними отождествить. Мы сегодня живем перед лицом потери смыслов и возникает совершенно другая конфигурация нашей деятельности. Если следуя вашему тезису, человек сегодня должен опираться на самого себя, то он берет на себя это обязательство стать для себя внутренним источником смыслов. Смыслы ему не извне вкладывают, а он сам должен их порождать. А если он должен эти смыслы порождать, то возникает дополнительная сложная работа. И из того описания психотерапии, которые я услышал в разговоре, я понимаю, что психотерапевт, и вы сейчас это еще раз подтвердите, он не отвечает за смыслы. Психотерапевт работает с частными проблемами. Но если мы исходим из вашей же логики, из которой я совершенно разделяю, что современный человек сам для себя должен создавать смыслы, должна быть еще определенная деятельность, которая связана именно с этим. И если человеку причиняет боль или разлады психические, именно потеря смыслов и их отсутствия, должна быть деятельность, которая направлена на то, чтобы попытаться выстроить хотя бы небольшие понятные, частные, но смыслы для этого конкретного человека. Не говорю о том, есть ли Бог, есть ли какие-то абстрактные вещи. Нет, для этого конкретного человека, чтобы он начал жить полноценной осмысленной жизнью или, говоря банальным языком, просто мог ощущать себя счастливым, гармоническим? Ну да, смысл жизни в общем состоит в том, чтобы жить, не морочить себе голову мыслями о смысле жизни. Ну, не знаю. Вот счастливая, полновесная, сочная жизнь, когда человек вообще не задает себе вопросов на эту тему. Когда он как японец сидит перед цветком и любуется им, не морочь себе голову в это время вопросом, а есть ли смысл сидеть перед цветком, а в чем смысл моей жизни. Я пытался сказать о том, что мы говорим о смыслах не потому, как мы их могли бы увидеть через призму наличия смыслов, наполненности смыслами. Мы говорим о смыслах, когда возникает ощущение о бессмысленности. Никакого смысла в жизни в самой поступе нету, кроме того, что жить. Ну, я рождаюсь, я выхожу в этот мир, никаких смыслов свою жизнь мне не заданных. Нету их. Я их вырабатываю сам. То, что Мамардашили называл собирание себя. Поэтому человек ко мне приходит, я не думаю, в общем, и не согласен с тем, что сам с собой, может быть, отчасти, когда я говорю, что дело только в том, чтобы помочь человеку в этой проблеме. Человек приходит ко мне, у меня есть такое представление. у обращения ко мне как к психотерапевту есть две ноги. Одна заключается в том, что человек ко мне приходит, когда он чувствует, что у него каким-то образом нарушено, каким-то образом не так протекает то, что Мамардашили называл собиранием себя. Это такое чувство, его невозможно описать. что-то со мной не так, не своим путем иду, что-то не так. Это одна нога. А вторая, когда человек перед лицом этой проблемы одинок, потому что эту проблему невозможно ни с кем обсуждать. По жизни, да, можно за бутылкой, можно поговорить с женой, можно еще о чем-то, еще о чем-то, но не об этом. Человек в быту имеет свои цели, которые пересекаются с моими, свои интересы. Он никогда не будет нейтральным. Человек приходит поэтому к психотерапевту как к лицу нейтральному, потому что со всеми остальными он в той или иной степени одинок перед этим своим состоянием. А дальше уже идут проблемы, симптомы и так далее. Человек приходит ко мне не потому, что у него ночное недержание мочи, человек приходит ко мне потому, что ему как-то мешает жить. Знаете, есть такой анекдот о психотерапевтах, когда полечился, полечился, потом встречает психотерапевта через какое-то время, и тот его спрашивает, о, как я рад вас видеть, но как у вас дела, все, уже не мочитесь поначалу. Нет, говорит, доктор, мочусь, но теперь я этим горжусь. Ну вот, видите, как. Да? Я о том же. Но здесь по поводу смысла, хотелось бы перефразировать, вероятно, не жить так, чтобы задаваться вопросами смысла, а здесь смысл, он как воздух, то есть, ты не замечаешь, что он у тебя есть, пока ты его не потеряешь. Пока у тебя есть смысл, ты его можешь не формулировать, просто он у тебя где-то там сложенный, ты же не думаешь, как ты дышишь. В виде твоего психологического, какого-то, антологического фундамента, да? Ну, я... А вот когда ты его потеряешь, ты будешь рементировать. Это вот очень точное сравнение, у него есть масса аналогов и названий, в анекдотах о человеке, который не мог заснуть, потому что не мог понять бороду, класть поверх одеяла или подоедеяла. Есть такой, это называется синдром дыхания один, речь идет о нимфе, которая задумывалась о том, как она дышит, и умерла, потому что она не могла дышать. Сороконожка, которая перестала передвигаться, когда задумывалась, как она переставляет ножки. Есть вещи, которые мы делаем, естественно. Жизнь наполнена смыслом, пока я, как сороконожка, легко перебираю ножки. Проблема смыслов, это, скорее, проблема смены жизненных парадигм, смены жизненных настроек, когда ты так или иначе, ты или растешь, или деградируешь, не знаю, какое-то движение происходит, ты переходишь из одной комнаты в другую, из одной фазы в другую. Мне нравятся линии рассуждения, но я не могу с этим согласиться, потому что да, в какие-то моменты, например, медитируя в этом прекрасном саду или занимаясь стихотворчеством в данный момент, я не спрашиваю, зачем я пишу стихи, или зачем я люблю, зачем я дружу и так далее. Но если мы говорим о жизни как длительном путешествии, то мы должны опираться не на сиюминутные вещи, а связывать их между собой, нанизывать как на цепочку или на непрерывную линию, а здесь без смысла не обойтись. Смысл — это не только то, что я спрашиваю, что означает дышать, или что происходит, когда я пью это пиво, как происходит процесс пищеварения. Смысл — это направление, в котором я это путешествие совершаю, это моя карта, это мой компас, и это то, что собирает каждый шаг моего продвижения. Но это направление может меняться? Оно может меняться, но оно невозможно без ответа на вопрос о направлении движения. А я как раз об этом говорю, что пограничные состояния возникают в момент смены направления. В момент смены. В этот момент ты должен себя принести психологу, кризисы возникают, кризисы развития. И в эти моменты как раз и понадобится помощь этого консультанта, чтобы в остальном момент человек сидел, содержал упок или что угодно. Они вначале были незаметны, они были, но они срабатывали, как естественное дыхание. Но когда нарушается внутренний порядок, когда возникает ситуация выхода из привычного уклада, смены или трансформации личности, тогда и возникают эти вопросы. Ну, если мы с вами говорим как философы, то вы не с чем спорить, я кругом согласен. Почему как философы? Мы говорим как люди, говорящие о людях. Люди, говорящие о людях, но мы говорим не о конкретных людях, не об Инове Петрове, Иванове Сидорове, мы говорим о людях вообще. И здесь я с вами совершенно согласен. Не вообще. Ну, здесь я бы хотел свести, может быть, эти линии, чтобы мы еще долго не расходились и не сходились, да? Я бы хотел... Так расходиться гораздо интереснее. Конечно, конечно. Я понимаю, что у нас много общего, но обозначить пункты расскажли, не важно. Да, но это общее видно немножечко со стороны, поэтому нам приходится расходиться, как по словам великого философа Владимира Ильича. Но я хотел бы здесь сказать, что, обращаясь к зрителю, что он может вынести, если он не профессионал, который, или философ, или психолог, который однозначно вынесет профессиональные какие-то вещи, то хотелось бы тогда, наверное, сказать, а вы меня поправите, если вы считаете, что я что-то не так уловил, или что-то... С чем-то вы не согласны? Вы есть тот конкретный человек. Да, я есть тот конкретный человек. Что кризисы для человека это нормально. Их не нужно бояться. Пограничные состояния возникают так или иначе, если ты двигаешься. Если ты растешь. Кризисы роста, да, какие-то? В обычном человеческом развитии возникают кризисы. Есть прекрасная теория с описаниями кризисов. Кризис этого возраста, кризис этого возраста. Кризис это... Новые возможности. Да, вот именно так. Это не катастрофа, это новые возможности. Но в этом кризисе ты не всегда можешь справиться сам, не всегда хватает силы твоей личности, и тогда не нужно, опять-таки, бояться, прибегать к помощи кого бы то ни было из тех людей, которые занимаются или мышлением, или психологией. Да, если связано с кризисами, это, может быть, связано не обязательно с кризисами, да. В любом случае... Вот вы сейчас сказали, не бояться обращаться за помощью, прибегать к помощи. Я подумал о том, что это зависит немножечко от позиции, которая, в принципе, изменяема. можно обращаться за помощью к некой властной фигуре, которая даст себе... умный, например, которая даст себе совет, или властный, который распорядится, делает акта, или еще какой-то... Это возымеет тоже терапевтический эффект какой-то? Встанет понятнее. Может быть, да, может быть, нет. Да, может быть. А можно обращаться за помощью, как равный к равному. Как такой же, к такому же. Можно обращаться за помощью к другому человеку. Да, и вот здесь для меня такие очень разные грани, да, обращаясь я к ученому, который знает, или обращаясь я к другому человеку. Да. Свои есть терки, свои препятствия, свои опасения могут быть. Но это немножечко другая картина. Да, конечно. И здесь можно тогда еще призвать, если уж мы говорим о профессионалах, что мы живем в те времена, когда у нас логистика идей происходит так или иначе. С нашим участием, или без нашего участия. И здесь мы должны пойти навстречу друг другу и целенаправленно создавать каналы, где будет происходить обмен. Ой, нет, ничего труднее, чем пойти навстречу друг другу. Конечно, нет, ничего труднее, но тем не менее. Это нужно сделать, потому что иначе это случится само собой. И на стыках вместо людей, которые будут знать и философию, и психологию, появятся астрологи всякие там, бабушки провидицы. Как в 90-х годах это было за неимением других специалистов, да? Ну и пусть появляются. Кому они мешают? Вы демократ. Большой. Слушайте, кому они мешают? Вот мы стоим перед человечеством. Оно очень разное. И для кого-то это очень сильный выход. Кто-то понимает и воспринимает лучше этот язык. Кто-то живет в этой системе веры. Пусть ходят. Я не очень понимаю, когда все газеты и журналы наперебой начинают предлагать мне непальский или китайский гороскоп. Потому что какое отношение, живя в Берлине, имея отношение к Китаю, почему я должен жить по китайскому или непальскому гороскопу? Но если вы тогда получаетесь такой эволюционист, если человек такой дурной, что он, заболев раком, идет к астрологу и отказывается идти к врачам, то это его проблема? Это его право. Это его решение. Это его жизнь. Это его взгляды. Это его решение. Он имеет право пойти туда, куда он считает нужным. Мне все это кажется, мы должны создавать... Возражать я буду, когда на каждом шагу будут тексты и рекламы, говорящие о том, что не надо ходить к врачам, а нужно ходить к бабкам. Вот в том-то и дело, что мы должны создавать такое информационное поле, которое позволит человеку понять, в чем преимущество профессионалов от медицины, от... Я думаю, что мы должны создавать такое информационное поле, в котором мы даем четкое представление о том, чем мы занимаемся, а вопрос о преимуществах одной зубной пасты перед другой оставим производителям зубной пасты. Согласен. Для этого мы сегодня собрались и у нас получилась интересная беседа. Я для себя очень много подчеркнул, я думаю для вас, что это тоже было интересным, для наших зрителей тоже. И будем надеяться, что в дальнейшем такие диалоги, беседы будут только множиться и это как раз позволит родиться тем ветвям, которые, несмотря на то, что они будут разъединяться, будут из-за этого покрывать большее пространство. Для меня лично разъединение и расхождение позиций – это благо. Ошибочно считать, что беседы и разговоры, они должны сходиться на каком-то таком примирительном, ну примирительном, не в эмоциональном, а в таком абстрактном смысле значении. Потому что мы учимся только сопоставляя разные позиции. И мы все равно, я уверен, я могу сказать, я себе, я все равно учусь и внимательно слушаю, что говорит Виктор Ефимович. Для меня это… Для того, чтобы что-то делать вместе, нужно очень хорошо себе представлять, что представляет собой каждый из этого вместе. Иначе я буду пытаться при помощи двуручной пилы пилить бревно с безруким. Я с ним очень много могу чего сделать. Я с ним могу поговорить о музыке, я могу сделать для него протезы. Много чего я могу сделать, правда? Мы же вместе посмотреть на цветочки. Вот бревно я с ним пилить не стану. Бревно я стану пилить с тем, да? Узнав при этом он девша или правша. Как мы когда вступаем в сотрудничество, мы совершенно не представляем себе, с кем мы вступаем в сотрудничество. Мы как бы пытаемся подставить какую-то идеальную фигуру на место другого человека, но мы сами не знаем, какой она должна быть. Если я буду выбирать пару для пилки дров по, не знаю, по цвету глаз, или по взгляду на нитча, или по отношению к проблеме Крыма, вот это будет ерунда полная, да? А так повсеместно и происходит, в общем-то. А, в общем, так повсеместно и происходит, да? Да. Хорошо, спасибо большое, Игорь Ефимович, вам. И вам, уважаемые зрители, что смотрели. Надеюсь, что это было для вас не менее полезно, чем и для нас, и доставило вам не меньше удовольствия.